Всем привет! Вы на канале AzraelCode, меня зовут Денис и сегодня мы продолжаем говорить про Pinescript. Сегодня будем говорить про методы cross, cross-under, cross-over из namespace технического анализа TA. Эти три функции, на мой взгляд, наиболее востребованы при построении стратегий, при построении различных индикаторов. Они нам показывают пересечение. Пересечение цены со скользящей средней, скользящей средней со скользящей средней, пересечение ценой какого-то уровня цены, ну и так далее. Давайте посмотрим пример. Это скрипт, который выполняется у нас каждый бар. Каждый бар у нас выполняется то, что у нас написано в этом коде. Здесь мы получаем две последовательности. Последовательности это скользящие средние относительно цены закрытия с разным периодом. 14 баров и 50 баров. Мы их выводим также на экран, где получается медленная скользящая средняя у нас отмечена красным цветом. И затем каждый раз на каждом баре мы вызываем функцию технического анализа кросс, которая проверяет две эти последовательности, которые у нас на графике отображены красной и синей линией. Вот. То есть, когда наш индикатор приходит вот в этот бар, допустим, он сверяет состояние текущей, скользящей средней, величины скользящей средней на текущий бар и предыдущий. То есть, сравниваются два бара. Если окажется, что, допустим, величина скользящей средней быстрой на текущий бар меньше, чем величина медленной скользящей средней на текущий бар, и также она меньше медленной скользящей средней на бар назад, то пересечения не произошло. Потом мы перемещаемся в следующий бар и опять делаем то же самое сравнение. Если вдруг оказывается, что в текущий бар у нас величина скользящей средней быстрой больше, чем величина скользящей средней медленной, а на бар назад у нас было по-другому, то есть медленная скользящая средняя была выше быстрой скользящей средней, то произошло пересечение, и метод кросс нам вернет true. То есть, пересечение случилось, сверяется это на каждом баре и сравнивается текущий бар и предыдущий. Давайте посмотрим на другой пример. Минуты раньше я вам показывал пример, где я передавал в качестве аргументов методу кросс две последовательности серии скользящих средних, которые мы получили с помощью функции технического анализа. Однако это делать совсем не обязательно. Мы можем в качестве одного из аргументов передать целочисленную величину, например, обозначающую цену. Вот на данном графике я переключил вид в line и задал некоторую величину, тут 4067, чего-то там, USD, видимо. И я отмечаю на графике цены момент пересечения ценой закрытия этой величины. Вы можете сразу заметить, что значки, которыми я отмечаю этот момент, они не совпадают, собственно, с этой ценой в 4000. Напомню, когда мы строим график, мы по барам, которые не являются текущим, real-time барам, получаем только четыре цены. Это открытие-закрытие, максимум-минимум и объем. Соответственно, когда мы находимся вот в этом баре, лучше вот этот бар зеленый, на нем виднее, то есть факт пересечения произошел этой цены. Но узнали мы об этом только тогда, когда цена close, по которой мы ставим метку, стала уже выше, чем ту цену мы пересекли. И мы ставим метку по цене close, хотя могли бы на самом деле вот здесь указать нашу вот эту цену, например, и получить более красивый график. И тут бы мы поставили наши метки, собственно, на той цене, что нам нужно. То есть это нас приводит к вопросу о том, а какие аргументы мы передаем в эти методы cross. В методы cross мы передаем последовательности, сервис. Я надеюсь, что вы уже понимаете, что такое сервис. Сервис – это что-то аналог вроде бы динамического массива, который изменяется от к бару к бару. И это базовое понятие в Pinescript, фундаментальный тип данных, который в какой-то момент ведет себя как интевое значение или как целочисленное значение. А если мы используем квадратные скобки, то можем указать смещение и получить значение этой перемены, этого массива, последовательности, со смещением на несколько баров назад. То есть если я не использую квадратные скобки и хочу вывести значение текущей цены закрытия на текущем баре, то я обращаюсь просто как close. Если я хочу узнать цену закрытия баром назад, я пишу вот так вот. Если мне нужно передать последовательность в какой-то метод, который требует передачи последовательности, то я пишу вот так вот, без квадратных скобок. При этом ничто не мешает мне в обеих аргументах написать вот так вот. Да, но мы никогда не получим пересечение int3000, int4000. Это никогда не случится и не имеет никакого смысла. Поэтому мы передаем сюда последовательности. По умолчанию каждый бар у нас получает в виде последовательности цены. Открытие, закрытие, максимум, минимум, объемы. Ну и что-то там еще может получать. Вот бар индекс в том числе идет в виде последовательности. То есть сюда мы передаем последовательности. В том числе последовательности мы можем получить в результате работы многочисленных функций технического анализа. Тот самый пример со скользящими средними тоже у нас генерит на выходе из этого метода, из этой функции технического анализа, последовательность, которую мы и передаем в качестве аргументов в функции из серии кросс. Ну а теперь просто рассмотрим, чем отличаются конкретные функции кросс, кроссандер и кроссовер. Итак, кросс проверяет на сам факт пересечения одним одной последовательности другой последовательности или пересечения одной последовательности определенного уровня, например, в зависимости от того, что мы передали. Соответственно, кросс андер, то есть в данном случае, когда мы используем просто кросс, нам без разницы в какую сторону произошло пересечение, был ли наша цена ниже уровня и стал выше, или наоборот. Мы всегда будем отлавливать любое пересечение. Кросс андер, андер, это когда у нас цена, цена или какая-то другая последовательность уходит вниз под уровень или под другую последовательность. Давайте посмотрим. Видите, вот это пересечение у нас убралось, а вот это пересечение у нас добавилось, потому что у нас цена close, соответственно, у нас была выше уровня и ушла вниз. Здесь она была выше уровня и ушла вниз. Так, давайте вот еще посмотрим поближе. Ну, то есть вверх мы пошли, но ничего не отметили. Вниз пошли, отметили. Вверх пошли, не отметили. Вниз пошли, отметили. То есть кросс андер, это когда цена у нас уходит вниз под какой-то уровень или под другую последовательность. И овер, это обратная ситуация. Мы отмечаем, когда цена у нас уходит из низа вверх. То есть у нас цена была ниже, стала выше. Была ниже, стала выше. Это кросс овер, то есть вверх. Вверх уходит у нас цена. Ну, и на самом деле, вы уже наверняка догадались, если мы поменяем местами последовательности x, y, то, по сути, кросс овер и кросс андер поменяются местами. То есть, если раньше у нас овер это было в одну сторону, теперь стало в другую сторону. То есть, по сути, кросс овер и кросс андер это абсолютно две разнозначные функции, которые проверяют одно и то же. И то, в какую сторону они направлены, по сути, зависит виз от аргументов. В какой последовательности мы написали, в каком порядке мы указали аргументы и наши последовательности для аргументов. И от этого будет зависеть направление пересечения. Возвращает все эти методы у нас. Булеву переменное значение, true или false, 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 фальш. Вот. Ну и, собственно, все. Третий метод, вы будете использовать постоянно, скорее всего. Они полезные и простые. Понять их несложно. По большому счету, можно использовать один из методов. Выберите один любимый. Кросс андер или кросс овер. Просто запомните, в какой последовательности нужно передавать аргументы, чтобы понять, в какое направление у нас там ушла цена, допустим, относительно. Или все. Вот. Это все, что я хотел сказать про кроссовые методы на сегодня. У нас впереди обзор функции Plot. Это будет, видимо, последнее видео на этой неделе. Обязательно напишите, как вам сериальчик, стоит ли продолжать. Если стоит продолжать, то напишите, что вам интересно, в какую сторону работать. Вот. Ну и спасибо, что досмотрели. Лайки-дислайки. Вы знаете, что делать. До новых встреч.